Крыловский государственный научный центр отметил юбилей. Уже 125 лет в его стенах происходит разработка и экспертиза проектов гидротехнических сооружений, кораблей и судов, а также проходят исследования в области морской и речной техники. Перед расширенным заседанием научного совета в центре был открыт музей, в котором отражается история его развития, основные лица и проекты. Например, в музее находится макет баллистической ракеты. Крыловский государственный научный центр занимался изучением скорости старта и проблемой сохранения остойчивости подводной лодки, которая выпускает залп. Из более 2500 специалистов центра около 250 имеют ученую степень кандидата, 49 ученую степень доктора наук. Один человек является членом-корреспондентом Российской академии наук. Во время заседания были награждены выдающиеся сотрудники центра. Особое внимание в Крыловском государственном научном центре уделяется подготовке и переподготовке молодых специалистов, решению стратегических вопросов и модернизации судостроительной промышленности. Крыловский центр является первым специальным государственным научно-исследовательским учреждением. На протяжении своего существования он обеспечивал развитие военного и торгового судостроения. Здесь начинались работы по созданию первой подводной лодки, первого линейного ледокола, морской и корабельной авиации. Это уже история на сегодняшний день. 125 лет. Но впереди освоение Арктики, освоение глубин мирового океана, вплоть до тех уровней, которые мы называем Арианская впадина, это более 10 тысяч метров. И это требует определенных усилий и реализации дальнейших научных разработок и едины. В данный момент в центре проводятся исследования в области гидродинамики, энергетики, электроэнергетических систем, физических полей и гидроакустики. В состав экспериментальной базы Крыловского научного центра входит несколько опытовых бассейнов, аэродинамическая труба и тренажерный комплекс.